Видео уроки фотошопа Будем делать так, чтобы он у нас гармонично вписался И все вообще в целом у нас выглядело естественно Если вы заметили, я в правой части все слои, которые у нас относятся к фону Объединил в группу, чтобы вы не пугались Вот все, что мы с вами создавали в прошлой части урока Все это здесь, просто лежит в отдельной папочке Я вам также рекомендую это сделать, чтобы в дальнейшем вы просто не запутались в этой куче слоев Итак, закрываю данную группу и мы с вами начинаем работу Первое, что нам с вами необходимо сделать, это создать объединенную копию всех наших слоев Нажимаем комбинацию Shift-Ctrl-Alt-E И получаем сведенный слой всех наших ранее созданных изображений Теперь нам с вами необходимо размыть его по гауссу Так как фон у нас будет как бы не в фокусе В фокусе у нас с вами будет находиться главный персонаж А фон должен быть немножечко размытым Поэтому давайте перейдем в фонт-фильтр, выберем здесь размытие по гауссу Такс, и размываем наш фон Следим за результатом, который нам подойдет Ну я думаю, давайте возьмем где-нибудь 8 пикселей Нажимаем клавишу ОК И теперь наш фон должен выглядеть вот таким вот образом Как видите, до и после Также давайте добавим в нашу композицию снег Берем текстуру под названием Snow 1 Перемещаем ее в композицию Повернем немножечко Ее вот так И с зажатой клавишей Shift растягиваем ее по размеру нашей фотографии Нажимаем клавишу Enter Режим наложения ставим экран Таким образом мы с вами получаем снегопад Но как видите, он у нас также нуждается в размытии Поэтому переходим в пункт Filter Выбираем здесь размытие по гауссу И размываем снег Так, смотрим на результат Ну давайте поставим 5 пикселей Я думаю, вполне подойдет Нажимаем клавишу ОК И в результате наш фон Становится вот таким вот красивым И снежным Также можно немножечко Уменьшить прозрачность снега Примерно до значения 75 Вот таким образом Теперь пришло время вставить в нашу композицию Молодого человека Давайте откроем изображение с ним Помещаем его сюда Растягиваем его чуть-чуть По размеру нашего кадра Вот примерно так оставляем Нажимаем клавишу Enter Теперь нам с вами необходимо отделить его от фона Так как фон у нас здесь, как видите, однородный Проблем, я думаю, не должно возникнуть Мы просто воспользуемся инструментом Быстрое выделение Так, возьмем размер побольше И просто выделим вот этот вот фон Вот таким образом И как видите, нам теперь достаточно Инвертировать наше выделение И модель у нас окажется выделенной Давайте это сделаем Выделение инверсии нажимаем И теперь переходим в выделение Уточнить край, чтобы посмотреть Все ли у нас аккуратно выделилось В частности, меня интересуют волосы Так как они часто выделяются не очень красиво Их необходимо дорабатывать На всякий случай давайте здесь пройдемся кисточкой Вот так И отделим их получше От фона Вот таким образом Выбираем здесь выведение На слой маску И нажимаем клавишу ОК Так Давайте посмотрим На результат, который у нас получился Как видите Молодой человек у нас с вами вписался Довольно неплохо Единственное, что остались заметны По краям нашей фотографии Некрасивые рамочки Но сейчас мы от них избавимся Просто при помощи черной кисточки Мы их аккуратно сотрем Прозрачности Нажим Ставим на 100% Выбираем маску И стираем просто эти участки Так Также сверху И вот здесь Все Отлично Теперь Располагаем Модель так, как нам нужно Примерно здесь И приступаем уже непосредственно к стилизации В первую очередь Давайте создадим корректирующий слой Цветовой тон насыщенность Применим его только к слою С моделью Уменьшаем насыщенность Примерно до Минус 35 Вот примерно так Это все мы делаем так же Для того, чтобы в дальнейшем Облегчить процесс Тонирования нашего снимка И теперь Нам с вами необходимо заняться Уже прорисовкой Свето-теневого рисунка На нашей модели Для этого Создаем два корректирующих слоя Кривые Первый корректирующий слой Выгибаем вверх Вот таким образом Так, примерно так Заливаем его черным цветом Альдел Создаем второй корректирующий слой Так же кривые И выгибаем его вниз Вот таким образом Так же заливаем маску черным цветом Начнем, пожалуй, со светлых участков Увеличиваем размер Выбираем инструмент кисть Прозрачность у нее будет Где-нибудь 20 И нажим поставим Так же на 20 Размер возьмем поменьше И начинаем проработку Лица Молодого человека В первую очередь Прорабатываем переносицу Делаем ее Светлой Для этого берем Белую кисть И Наносим в первую очередь Здесь мазочки Вот таким вот образом Следим за результатом Как видите, она у нас Становится посветлее И теперь Уже от переносицы Мы Добавляем мазки На лоб Вот таким вот образом Осветляем лоб Так Также щеки Немножко здесь Здесь Немножко губы Верхнюю их часть Носогубную складку Таким образом И глаза Обязательно Высветляем белки И немножко радужную оболочку Чтобы сделать глаза Более яркими Смотрим до и после Как видите Также прорабатываем Оставшиеся участки Которые у нас есть Здесь На лице На шее Еще немножко лоб И теперь можно Переходить уже К другим деталям Для них можно Взять нажим Где-нибудь 60 И прозрачность Давайте возьмем 40 Сейчас мы займемся Волосами Начинаем Высветлять их Так Здесь Делаем их Более светлыми Смотрим до и после Также Очень важно Применить Два слоя Которые мы создали Для Дотшинберна Только к модели Чтобы наши мазки Не вылазили За контур Нашего молодого Человека Для этого Щелкаем Зажатой клавишей Alt По границе Между слоями И применяем Вот таким вот образом Эти два слоя Раз и два И теперь Можно смело Продолжать Не боясь Вылезти где-то За границы Так Двигаемся дальше Теперь начинаем Прорабатывать Складки на одежде Сначала Можно взять Диаметр Побольше И наметить Основной Свето-теневой Рисунок Здесь Давайте Посмотрим На весь экран И основные Блики Сначала Прорисуем Большой кистью Здесь Вот Добавляем Также Здесь У нас будут Они Находиться Вот таким образом И также При помощи Меньшего диаметра Добавляем Мазки На другой стороне Ну и теперь Можно прорабатывать Уже Складки на одежде Более детально Выбираем Диаметр Кисти Еще меньше И начинаем Здесь Аккуратно Прорабатывать Самые-самые Мелкие Детали Так Складки Здесь Таким Вот образом Проработаем Участки Около Вывески Так как Они у нас Будут Находиться Под освещением Спускаемся Ниже Прорабатываем Немножко Карман И Вот здесь Также Можно Высветлить Немножко Молнию Чтобы Сделать Ее Более Незаметны Вот так Давайте Проработаем Также Участки На перчатках Также Высветляем Объемных Таким Образом Смотрим До и После И Также Участки На шапке Высветляем Здесь Вот области Делаем Делаем Ее Более Объемной И Перчатку С Левой Стороны Также Переходим Теперь Сюда Прорабатываем Складки На Левой Руке И Также Можно Теперь Проработать Немножко Шарф Добавить Дополнительные Блики Сюда И Смотрим Где у нас Еще Какие-то Участки Остались Непроработанные Если Они Есть То Доделываем И Переходим Уже К Затемнению Выбираем Опять Кисть Прозрачность Теперь Можно Опять Снизить До 20% Начинаем Также С Лица Берем Кисть Побольше И Наметим Основной Теневой Рисунок Здесь Так Затемняем Вот здесь Щеки Добавляя Дополнительный Объем На лицо Участки Под волосами Вот здесь Шея Смотрим До и После Как видите Еще Немножко Прорабатываем Здесь И Также Давайте Проработаем Тени На Переносице Вот здесь Так Участки Под носом Так Немножко Глаза И Брови Также Затемняем Нажим Теперь Можно Увеличить До 50% И Прозрачность До 30% Немножко Сделаем Поярче Бороду Вот так И Внутреннюю Часть Губ Затемняем Добавляя Дополнительный Объем Так Теперь Переходим На волосы И Добавляем Дополнительные Тени Здесь Так Так И Также Здесь Давайте Посмотрим Во весь Экран Что у нас Получилось Так До И После Как Видите Ну И Теперь Можно Начать Прорабатывать Уже Одежду Прозрачность Ставим На 50% И Начинаем Прорабатывать Основные Тени На Пальто Вот Здесь Вот Так Также Пониже Здесь Около Руки И Более Мелким Диаметром Прорабатываем Здесь Складки Так Шапку Дополнительный Объем Да И Перчатки Вот Таким Объем Давайте Посмотрим На Результат Который У нас Получился До И После Как Видите Единственное Что Я Хочу Еще Немножко Затемнить Вот Этот Участок Чуть Чуть Вот Так И Можно Продолжать Теперь Создаем Новый Пустой Слой Заливаем Его 50% Серым Цветом Так Для этого Идем В пункт Редактирования Выполнить Заливку Выбираем Здесь 50% Серого И нажимаем Клавишу ОК Режим Наложения Сразу Поставим На Мягкий Свет Данный Слой Мы Также Будем Использовать Для Додж Инберна В данном Случае Только Мы Проработаем Фон В большей Степени Выбираем Сначала Инструмент Затемнитель Экспонирование Поставим Где Нибудь На И размер Для кисти Возьмем Побольше Такой Чтобы нам С вами Было Удобно Работать С большими Областями Начинаем Затемнять Края Нашей Композиции Так Здесь Здесь Вот таким Образом Также Внизу И теперь Давайте Возьмем Инструмент Осветлитель Экспонирование Также Поставим Где-нибудь На 20% И Увеличим Немножечко Размер Для кисти Осветлим Область Где У нас Горит Вывеска Так И на Заднем Плане Немножко Вот Таким Образом Ну и В принципе На этом Работа С инструментами Доджинберн У нас С вами Завершена Теперь Давайте Поработаем С освещением На заднем Плане Как видите У нас С вами Там Горит Вывеска И Свет От нее Должен Распространяться И На Нашего Молодого Человека Поэтому Давайте Создадим Новый Кустой Слой Выберем Цвет Цвет У нас Будет В данном Случае Какой-нибудь Бежевый К примеру Такой У меня Это FC BB 80 Нажимаем Клавишу ОК И Выбираем Инструмент Кисть Так С нажим И Прозрачность Ставим На 100% Убедитесь Что у вас Кисть Стоит Мягкая И Размер Примерно Вот такой Делаем Мазок Вот в Этой Области Раз Уменьшаем Прозрачность Данного Слоя Примерно До Значения Так Ну Где-нибудь 30% Вот так И Создаем Еще Один Пустой Слой На Этот Раз Цвет Давайте Возьмем Красный Какой-нибудь Прямо Ярко Красный Вот Такой И Сделаем Еще Один Мазок В Этой Области Так Режим Наложения Ставим На Линейный Осветлитель Можно Немножечко Перетащить Его Сюда Так Уменьшить Прозрачность Также Данного Слоя Где-нибудь До Значения В 50 Вот так Вот Оставляем Таким Образом Мы с вами Усилили Свечение На заднем Плане А Также Добавили Этот Свет И На плечо Молодого Человека Давайте Эти два Слоя Объединим В группу Так И так же Назовем Эту группу Свет Нажимаем Клавишу Enter И Продолжаем Теперь Пришло время Добавить Еще больше Снега В композицию Для этого Мы будем Использовать Следующую Текстуру Вот она У нас Snow 2 Перетаскиваем Ее сюда Так И Располагаем Вот таким Вот образом Разворачиваем Ее вертикально И зажатой клавишей Shift Растягиваем До нужного Нам размера Так Еще Растягиваем Примерно Так Нажимаем Клавишу Enter Режим Наложения Меняем На экран И в результате Получаем Вот такой Вот Красивый Эффект То есть У нас Снег Был На заднем Плане Он у нас Размытый Как вы Помните Не в фокусе И Так же Есть снег На переднем Плане Который В фокусе Что в результате Делает нашу Композицию Гармоничной И законченной Как видите Теперь мы с вами Будем Нашу фотографию Тонировать Для этого Будем использовать Корректирующий Слой Уровни Выбираем Здесь Синий канал И добавим Немножечко Холодных Оттенков При помощи Вот этой Нижней шкалы Мы с вами Находимся В синем канале Перетаскиваем Нижнюю шкалу Примерно До значения Так Ну где-нибудь 23 И так же Перетаскиваем Правый ползуночек Примерно До значения Так Где-нибудь 245 Я думаю Вот так Закрываем Данный Корректирующий Слой В результате При помощи Уровней Мы с вами Вот таким Вот образом Затонировали Наш снимок Немножко Теперь Я еще Хочу Чуть-чуть Ослабить Тени Как вы помните В первой части Мы уже Это делали При помощи Инструмента Экспозиция Здесь мы Просто Перемещаем Ползуночек Сдвига Вправо Здесь не сильно Примерно До значения 0.041 Вот так Ну и теперь Пора стилизовать Наш снимок Сделать я это хочу При помощи Инструмента Масляная краска Давайте Объединим Все наши слои В один Shift-Ctrl-Alt-E Нажимаем Получаем Объединенную копию И переходим В пункт Фильтр Выбираем Здесь Масляная краска Так У нас Открывается Вот такое Окошко Блеск Уменьшаем До нуля Чтобы у нас Не было Некрасивых Разводов И Смотрим На результат Частоту Увеличиваем Где-нибудь До 4 Я думаю А стилизацию Наоборот Уменьшим Чуть-чуть Так Смотрим Как будет Лучше всего Выглядеть У нас Наше Изображение Ну Я думаю Стилизация Будет 2 Частота 4 Остальные Настройки Не меняем Нажимаем Клавишу ОК Так И добавляем К данному Слою Маску Сюда Нам теперь Следует Убрать Ненужный Эффект С глаз Глаза У нас Должны Остаться Четкими Поэтому Давайте Сотрем Эту Область Выбираем Обычную Мягкую Кисточку Черного Цвета И Стираем Эффект С глаз Вот таким Образом Так Возвращаемся Теперь К полноэкранному Просмотру И Продолжаем Теперь Я хочу Настроить Освещение На всей Композиции В целом Для этого Мы также Создадим Объединенную Копию Всех Наших Слоев Shift Ctrl Alt E Нажимаем И Переходим В пункт Фильтр Выбираем Здесь Рендеринг Эффекты Освещения У нас Загружается Данный Фильтр Он Весит Довольно Много Поэтому Придется Подождать Так Здесь Растягиваем Освещение Вот таким Вот образом Можно Немножечко Уменьшить Изображение Чтобы было Нам Поудобнее Смотреть И Также Необходимо Растянуть Его Еще В длину Сделаем Чтобы Свет У нас Падал Из угла Где Вывеска Так Еще Растягиваем Вот Примерно Так И Можно Немножечко Усилить Интенсивность Примерно До Значения 27 Давайте Посмотрим Как будет Лучше Всего Смотреться Ну да Где Нибудь 27 Или 28 Процентов Оставляем Нажимаем Здесь Клавишу ОК Давайте Приблизим Изображение И Посмотрим Что Получилось До И После Как Видите Ну что Нам С вами Остается Буквально Несколько Шагов До Завершения Нашей Работы Следующий Шаг У У нас Это Усиление Резкости Нажимаем Ctrl J Дублируем Наш Основной Слой И При помощи Пункта Фильтра Усиление Резкости И Пункта Контурная Резкость Усиливаем Наше Изображение Вот Таким Вот Образом Эффект Я ставлю Где-нибудь 100% Радиус Смотрим В зависимости От Вашей Фотографии Ну я Думаю В данном Случае подойдет Два Пикселя И Нажимаем Клавишу ОК Так Отлично Смотрим До И после Наша фотография Стала выглядеть Почетче Ну и Последним Шагом Я хочу Немножко Усилить Цвета Для этого Будем Использовать Инструмент Вибрации Выбираем Выбираем Вот Здесь Вот И Перетаскиваем Вот эти Два Ползночка Вправо Чтобы Немножко Усилить Цвета На нашем Снимке Чтобы у нас Фотография Стала Понасыщеннее И Поинтереснее Но в данном Случае у меня Верхний Ползнок Стоит на 15 И нижний Тоже на 15 Этого Вполне Достаточно Ну что ж Вот Так выглядит Наша Финальная Работа Как видите Мы с вами Грамотно Вписали Нашего персонажа В новый Заранее Подготовленный Нами фон Я надеюсь Данный Видео урок Вам Понравился Вы узнали Из него Какие-то новые Приемы И фишки Для себя И будете Использовать В своих Работах Всем спасибо За внимание Еще раз С праздниками Вас И до свидания Надоело быть Чайником Фотошопе Получите Бесплатный Базовый Курс Фотошоп Античайник Жмите На кнопку Получить Курс